Население Индии миллиард двести миллионов человек, но лишь у полутора процентов из них есть автомобиль. На дорогах правят скутеры и мотоциклы. И создается впечатление, что никаких правил дорожного движения здесь нет. Обычное дело, когда на мотоцикле едет целая семья. А мокрые от муссонных дождей дороги вносят полную неразбериху. Ротан Тата хочет изменить ситуацию. Он надеется, что его нанос сделает для Индии то же, что и модель Т фирмы Форд сделала для Америки. Он хочет создать самый дешевый автомобиль в мире. Но ему придется преодолеть рост расходов, невероятные инженерные трудности, негативные отзывы в прессе и народные восстания. Настоящий вызов могучему мегазаводу Тата Моторс. Мегазаводы. Полагают, что Индия вскоре опередит Китай по численности населения. Уже сейчас один человек на земле из шести живет здесь. Две трети населения живет в небольших деревнях, время над которыми кажется невластным. Но урбанизация страны идет головокружительными темпами. Несмотря на это, лишь 15 из тысячи индусов владеют семейными автомобилями. Для большинства это несбыточная мечта. Им приходится довольствоваться семейным мотоциклом или просить подвезти друзей. Но все это может измениться, когда компания Тата Моторс выпустит самый дешевый автомобиль в мире. Нано. Это мечта главы компании легендарного магната сэра Ратана Таты. Идея зародилась, когда я увидел целые семьи на мотороллерах. Маленькие дети стоят перед отцом, а сзади него сидит мать и держит ребенка поменьше. Я подумал, боже, так ездить и небезопасно, и некомфортно. Нано создается, чтобы приносить прибыль. Но Тата также заинтересован в повышении безопасности индийских дорог. Ездить здесь на мотоцикле небезопасно. Почти никто не носит шлема, не соблюдает элементарные правила дорожного движения и не следит за домашними животными. Не говоря уж о некоторых других необычных опасностях на дороге. Но скоро все будет еще хуже. Приближается сезон дождей. На ближайшие три месяца эти дороги превратятся в катки. Испещренные выбоинами, затопленные водой, но на которых все еще будут владычествовать коровы. Дождь и двухколесные транспортные средства – смертельно опасные сочетания. Иратан Тата вскоре узнает об этом лично. Я только сказал водителю, держись подальше от того скутера, потому что если он будет поворачивать, то может опрокинуться на скользкой дороге. Так и произошло. Вся семья оказалась на дороге. Это было очень яркой демонстрацией того, насколько это может быть опасно. Несколько лет Тата, архитектор, выпускник университета Лиги Плюща, делал наброски более безопасных скутеров во время скучных собраний. Я рисовал разные варианты, придумывал разные дуги безопасности, крышу. Варианты создания всепогодного, доступного, но безопасного транспортного средства. Тата вскоре понял, что необходимо создать настоящий автомобиль. Но за какую цену мотоциклисты согласятся его купить? В 2003 году самая дешевая машина в Индии стоила около 200 тысяч рупий. Примерно в три раза больше, чем мотоцикл. Вот этот автомобиль – Марути Сузуки 800. Тата хочет, чтобы его машина выглядела современной, но по цене была бы ближе к мотоциклу. Корреспондент Financial Times взял у меня интервью, спросил, по какой цене мы будем ее продавать. Я сказал, около 100 тысяч рупий. Эта фраза стала заголовком к статье. У меня было два варианта – опровергнуть это заявление или принять эту цену за нашу цель. Мы выбрали второй вариант. 100 тысяч рупий называется один лах. Ни один человек в своем уме не поверил, что машина за один лах возможна. Среди них, конечно, и директор Сузуки Моторс. Мистер Сузуки сделал несколько грубых замечаний по этому поводу, если можно так выразиться. Он сказал, что это невозможно. Высмел саму эту идею. Сложности были серьезными. Но и Ратан Тата был настроен серьезно. После учебы он вернулся в Индию по совету главы семьи Раты, основателя Тата Моторс. Он поднялся по карьерной лестнице, начав с управления печью на сталиплавильном производстве Тата Стил до руководства всей Тата Групп. Это мировой гигант с капиталом сотни миллиардов долларов. В Индии Тата повсюду. Отели Тата, торговые центры, компании связи. И главнее всего – Тата Моторс. Один из трех главных индийских автопроизводителей. Мировой лидер в производстве грузовиков и автобусов. А теперь еще и обладатель британских марок люкс-класса, ленд-ровер и ягуар. Но даже для самого могущественного президента компании изобрести автомобиль заново станет сложнейшей задачей. Для воплощения своей мечты Тата сделал ставку на специально построенный мегазавод неподалеку от города Санант в штате Гуджарат. Это гигантский комплекс с площадью 450 гектаров, состоящий из огромных цехов, соединенных дорогами и крытыми надземными переходами. 2300 рабочих добираются сюда на автобусе или верном мотоцикле. Завод состоит из пяти основных участков. Двигатели, трансмиссия собираются в здании силовых агрегатов. Листовой металл штампуется в кузовные панели в кузнечно-прессовом цехе. В сварочном цехе панели собираются в кузов, который отправляется по переходу в покрасочный цех. Все детали собираются воедино в цехе отделки, шасси и окончательной сборки цехи TCF. Когда завод выйдет на проектную мощность, он сможет выпускать 350 тысяч наном в год. Завод может похвастаться современнейшей автоматизацией, и более чем 130 роботами, которые и на японском заводе чувствовали бы себя как дома. Но для работы с ними компании придется обучить целую армию деревенских рабочих. Это лишь одна из множества проблем, которую придется решать. Команде придется разобрать привычный автомобиль, а потом собрать его обратно, с меньшим количеством деталей и за половину стоимости. Им придется снизить цену всего, начиная с разработки и во всем процессе сборки. Но машина должна остаться привлекательной для покупателей. Это настоящая головоломка. Безопасность, эстетика, экономия топлива и управляемость. Все это будет важно. Но если в попытке добиться этого бюджет слишком разрастется, «Нано» потеряет свое преимущество в качестве самого дешевого автомобиля в мире. Неудивительно, что конструкторы немного нервничают. После встречи с мистером Татой в 2003 году члены команды были в некоторой растерянности. Все сомневались, а сможем ли мы это сделать. Это была серьезная задача. Никто не слышал о столь низкой цене. Было настолько непросто, что я сказал себе, «Будем надеяться, нам это удастся, но это будет самым сложным проектом в моей жизни». Если у них получится, команда может войти в историю автомобилестроения. «Нано» станет народным автомобилем. Индийским ответом «Форду Т». Когда Генри Форд начал выпуск модели Т, ценник 850 долларов сделал обладание автомобилем, доступным для миллионов американцев. В сегодняшних деньгах это около 21 тысячи долларов. «Фольксваген» — народный автомобиль по-немецки. Продавался за 11 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Но «Нано» должна стоить в 4 раза меньше. Разработка невозможного автомобиля происходит в отделении легковых автомобилей «Тата Моторс» недалеко от Пуны. Завод в Пуне — крупнейший из пяти заводов «Тата Моторс». Здесь работает 20 тысяч человек. Но вряд ли кто-то из них знает, что происходит в проектно-исследовательском центре. Проект получил название «Х-3». Он настолько секретен, что лишь небольшая группа избранных знает о его существовании. Как только первоначальный шок прошел, начали сыпаться идеи. Изначально команда проработала множество концептов. Какой сделать эту машину? Должны ли у нее быть двери? Возможно, нужно сделать ее из пластика. Мы перебрали множество совершенно безумных идей. Таких, как использование композитных материалов, возможно, что-то сделать из бумаги и все такое. Сделать ли ее трехколесной или четырех. Где разместить двигатель? Спереди или сзади? Но некоторые из их идей, такие как штанги, не дающие людям выпасть вместо дверей, не пришлись по душе мистеру «Тату». Они выглядели ужасно. Это напоминало оставшиеся после выколотых глаз пустые глазницы. Это привело меня к мысли, что покупатель не захочет купить полуавтомобиль. «Тату» уверен, что «Нана» должна иметь четыре двери. Установка двух дверей серьезно сократила бы расходы. Это было бы нормально на Западе, где машина с одним пассажиром – нормальное дело. Но это Индия, где люди ездят вчетвером на мотоцикле. В машину будет забираться по меньшей мере столько же. А забираться на заднее сидение двухдверной машины для женщин в традиционных саре вообще неприемлемо. Почему выпускать четырехдверную машину дороже? Во-первых, для изготовления одной двери используются три производственных линии. Все начинается в прессовом цехе, где листовая сталь принимает форму панелей. Для создания одной двери требуется пять чугунных форм, каждый из которых весит больше взрослого слона. Эта высокоскоростная двойная установка способна изготавливать два набора панелей одновременно. Листовая сталь подается в пресс с помощью погрузчика, что намного быстрее, чем в большинстве таких цехов, где это делается кран-балкой. Затем двойной пресс приступает к работе. Во-первых, создается основная форма автомобиля. Вырезаются дополнительные части. Затем производится подрезка, подгибка, пробивание отверстий и другие процессы. За минуту изготавливается до 14 панелей. Готовые панели проверяются на наличие малейших недостатков вручную. Лишь те, что проходят этот контроль, отправляются на линию завальцовки, где соединяются внутренние и внешние панели двери. Эту работу выполняют два робота и люди, подающие им детали. Сначала робот заполняет пространство между панелями звукопоглощающей пеной. Сжимает их и завальцовывает края панелей, соединяя их. Роботы позволяют сократить расходы, но достижение стоимости на новодин лах начинается еще на этапе проектирования. Несмотря на расходы, команде удается сделать машину с четырьмя дверями. Теперь они обращают свое внимание на сердце машины, на двигатель. Им предстоит принять два важных решения. Насколько он должен быть большим и где он должен быть размещен. Спереди или сзади. Машины с двигателем сзади крайне необычны. Но для создателей компактных машин они имеют одно серьезное преимущество. Это позволяет освободить пространство для большего числа пассажиров. Это было моей мечтой, потому что я знал, что чтобы сделать настолько компактный автомобиль с достаточным пространством для четырех человек, единственная возможность установить двигатель сзади. Этому научил нас Volkswagen. Но если у Жука двигатель размещен позади заднего сидения, у Нано он под ним. Это означает необходимость поднять крышу, что в свою очередь также является еще одним преимуществом. Чем ниже автомобиль, тем сложнее в него посадка. Особенно в Индии, где у женщин бывает различные платья сари. Но при этом есть и сложности. Например, как обеспечить охлаждение моторного отсека. Думаю, нам удалось лучше организовать обеспечение охлаждения при подобном размещении двигателя. После нескольких попыток конструкторы делают за задними дверями воздухозаборники. Это подчеркивает, что у машины задний двигатель обеспечивает хорошее охлаждение, задний воздухозаборник. Также улучшает эту четверть. Он чище, проще, при этом придает машине более спортивный вид. Создание самого двигателя. Задание для легендарного конструктора двигателей Тата Норендро и Джейн. Чтобы снизить расходы, он решает использовать лишь два цилиндра. Понимаете, двухцилиндровые двигатели по всему миру прекратили использоваться в 70-х, насколько я помню. У двухцилиндрового двигателя есть один серьезный недостаток. Ему свойственна разбалансированность и склонность к сильной вибрации. В этом двухцилиндровом двигателе оба поршня двигаются вверх и вниз одновременно. Как вы можете видеть, противовеса два. Они служат для балансировки массы поршней и шатуна, движущихся вверх. Вес движущихся вверх и вниз поршней балансируется противовесами коленвала. Когда поршни поднимаются вверх, противовесы коленвала движутся вниз, балансируя вертикальное движение. Но противовесы коленвала не только двигаются вверх и вниз, они вращаются, что означает, что коленвал создает собственную горизонтальную вибрацию. Для борьбы с ней Джейн создает дополнительный уравновешивающий вал. Он вращается в противоположную сторону относительно коленвала и гасит большую часть горизонтальной вибрации. Снижение вибрации с помощью одного уравновешивающего вала вместо двух означает экономию расходов. Но хватит ли мощности этого двигателя? Чтобы узнать это, двигатель устанавливается на простую раму, которую в автостроении называют мулом. Мул — это очень ранний псевдопрототип, первое, что создается. Он позволяет понять, как ведет себя машина, как она поворачивает, как реагирует на режимы работы двигателя. Мул — кульминация почти двух лет работы над проектом X3. Его демонстрация мистеру Тата — ключевой момент. Я сидел за рулем нескольких мулов. Первый был крайне неудачным. Мощность этой тестовой машины удручающе мала. Он проехал на машине, и его это не очень впечатлило. Мы присутствовали при этом, ждали на тестовой трассе, ждали его реакции. И те, кто были с ним в машине, сказали, что он был не в восторге. Настало время для свежей крови. Встречайте Гири Шеварга. Он только что успешно разработал легкий грузовик под названием «Эйс». Крошечный двухцилиндровый «Эйс» — настоящий хит. Но сможет ли он добиться того же для «Нана»? Его первая задача — разобраться с двигателем. Увеличили объем двигателя. И поверьте мне, на это ушло почти 9 или 10 месяцев. Мы снова собрали прототип. Двигатель был достаточно доработан, так что машина больше не звучала, как мотоцикл на четырех колесах. Он пришел снова, сел за руль прототипа и сказал, теперь с точки зрения вождения мы добились того, что требовалось. Маленький двигатель, у которого все получилось, собирается в цехе силовых агрегатов. Мужчины, женщины и машины работают вместе над созданием всего от коленвала до блока двигателя. Окончательная сборка этого двигателя мощностью 35 лошадиных сил производится полностью вручную. Опытные рабочие соединяют этот скромный двигатель с четырехскоростной механической трансмиссией. Это позволит добиться впечатляющего показателя расхода топлива в 4 литра на 100 километров, делая «Нано» самым экономичным бензиновым автомобилем в Индии. Нет смысла создавать доступный автомобиль, эксплуатация которого была бы недоступной. Двигатель также намного чище, чем чадящие подержанные автомобили и мотоциклы, которые он должен заменить. Пока собираются силовые агрегаты, в сварочном цехе рождается кузов. Соединенный с прессовым цехом, сварочный получает из него 11 видов кузовных панелей, которые будут сварены и образуют стальной несущий кузов. Большинство автомобилей создаются подобным образом. Но к стали команда конструкторов «Нано» пришла не сразу. Вначале было слово «пластик». Изначально, когда мы приступили к проекту, мы думали, что сделаем кузов из пластика, а не из листового металла. Мы хотели снизить вес. Но идея оказалась не своевременной. Мы выяснили, что с точки зрения стоимости с пластиком не лучше, а хуже. И Индия, возможно, не самое подходящее место для пластиковых машин. С точки зрения условий вождения, шансов, что машина получит вмятины, листовой металл лучше. Вмятину можно быстро выправить. Не нужно полностью заменять панель. Так что выбор пал на сталь. 130 роботов этого ультрасовременного мегазавода сваривают ее с нечеловеческой эффективностью. Но стоимость сырья выросла на 40% с момента оглашения Раттаном Тата цены в один лах и началом выпуска. Вероятно, больше всего я боялся того, что с переходом к более традиционному процессу производства мы не сможем уложиться в цену, о которой мы думали. Но Тата должен сдержать свое слово. И эта задача лежит на плечах его инженеров. Так как они это сделают? По нашему опыту, одного универсального решения не существует. Нужно работать с каждой деталью машины, смотреть, как можно снизить цену этой детали, убрать другие детали, или комбинировать их функции так, чтобы число деталей уменьшилось. Подобный минималистский подход они называют инженерией по Ганде. Все подвергается переоценке. Этот блок топливного насоса. Он устанавливается в топливный бак. Здесь пять основных компонентов. Сам насос, регулятор давления, датчик отсечки топлива и датчик уровня. А это фланец, служащий для крепления в баке. Чтобы снизить стоимость блока, они потребовали от производителя снизить цену каждого из компонентов. Они предложили использовать топливный насос от мотоцикла, потому что двигатель очень маленький, двухцилиндровый, 624 кубика, так что производительности этого насоса должно хватить. Из всех инженерных изысканий конструкторы больше всего гордятся внешним видом нано. Фары, как глаза. Машина улыбается. Мне нравится идея больших фар, потому что нужен элемент, бросающийся в глаза, который задает характер машины. Верно. Если нет, будут голые поверхности и все. Горизонтальные фары и изогнутый капот дают нано почти человеческое лицо. Конструкторы уверены, что это прекрасное решение. Нам нужен сильный элемент. Один сильный элемент. Но мистер Татте хочет внести еще одно изменение. Почти через неделю после того, как мы подписали окончательный проект, он осмотрел машину и заметил, что передняя часть слишком срезана относительно длины машины. Это делает машину несколько курносой. Он хочет, чтобы машина была на 100 миллиметров длиннее. Одновременно с этим конструкторам нужно перенести колеса на самые края машины, чтобы освободить больше места для пассажиров. Машина была настолько компактной, что у нас были небольшие проблемы, как придать ей красивую форму. Поэтому расширение заметно улучшило вместимость, устойчивость и внешний вид. Но эти изменения означают новое давление на всю команду. Нам пришлось работать по 48 часов в день. Нам тогда пришлось попотеть. Но когда мы увидели результат, мы были очень рады. Думаю, через две недели концепт машины был принят. Прежде чем продемонстрировать прототип широкой публики, он должен пройти ряд тяжелых испытаний, моделирующих дорожные условия Индии. Крутые повороты на узких городских улочках. Разрушающий трек, гладкий, как любая индийская дорога. 30-сантиметровая канава с водой, моделирующая муссонные разливы. На Нано можно ездить и в Гималай. Она способна подниматься на крутые подъемы. И прошла проверку при температурах вплоть до минус 50 градусов Цельсия. Все готово. Настало время показать народный автомобиль народу Индии. Дамы и господа, благодарю за то, что почтили нас своим присутствием при этом знаменательном событии. Пока голографическое изображение Таты разогревает переполненный зал Дилийского автосалона, сам президент компании нервничает за кулисами. Я сидел за кулисами и не переставая думал о том, что может пойти не так. Я сидел за кулисами и не переставая думал о том, что может пойти не так. И когда я выехал на машине в темный зал, меня поразило, сколько там было людей. Гром аплодисментов и все остальное. Меня это немного привело в чувства. Меня привели в трепет вспышки камер. Я никогда ни с чем таким в своей жизни не сталкивался. И, вероятно, больше не столкнусь в любом случае. Но ему не стоило беспокоиться. Автомобиль произвел настоящий фурор. Реакция на автосалоне превзошла все мои ожидания. Сотни фотографов, сотни представителей прессы. Вспышки не прекращались. Люди хлопали. Аплодисменты были просто громоподобными. Не знаю, что люди ожидали увидеть, но определенно не надо. От лица компании мы выражаем признательность команде конструкторов за проделанную работу. Это был прекрасный момент. Момент гордости за всех членов команды. Этот момент я буду вспоминать всю свою жизнь. Помню, что у некоторых коллег позади меня выступили слезы на глазах. Это было прекрасное чувство. Я не могу забыть тот день. И, вопреки всему, команде удалось добиться заявленной цены. Цена для дилера составит всего один лах. Так как мы держим слово. На заводе производственная линия готова начать работу на полную мощность. Первая остановка хорошее лакокрасочное покрытие. Покрасочный цех находится сразу за переходом из сварочного цеха. В автопромышленности неокрашенный кузов машины называют кузовом в белом. Двери и капот фиксируются в открытом положении, чтобы краска могла попасть во все уголки. Кузов в белом тщательно проверяется на наличие дефектов. Затем он обезжиривается и подготавливается к окраске. Кузова поступают в покрасочный цех и отправляются на промывку. После нее происходит фосфатирование кузова. После этого кузов проходит электростатическую окраску. Защитный слой грунта пристает к свежеподготовленному металлу под воздействием электрического тока. Это покрытие очень важно для современных автомобилей, так как кузов изготавливается из тонкого листового металла, и малейшая коррозия может привести к беде. Переворот кузова на 360 градусов гарантирует полное покрытие. Покрытие при этом наносится на каждый уголок кузова, не только снаружи, но и внутри. Загрунтованные кузова готовы к покраске. И вновь они осматриваются. Затем внутренняя сторона окрашивается квалифицированными малярами, а внешняя окраска производится роботами. В этом эффективном покрасочном цехе все слои покрытия могут быстро наноситься одно за другим. Лишь после нанесения всех слоев кузова один раз заходят в термокамеру, где краска запекается. Покрасочный цех один из самых дорогостоящих участков любого автомобильного завода. И Тата Моторс пришлось создавать его второй раз. Первый покрасочный цех был открыт на первоначальном заводе «Нано» в Сингури, в коммунистическом штате Западная Бенгалия. Мы выбрали Западную Бенгалию, потому что нам казалось, что какое-то время промышленность обходила этот штат стороной. Я верил в искреннюю решимость правительства Западной Бенгалии вернуть промышленность. Но удачу я убедил совет директоров, что нам нужно начать производство там. Но права на землю, выделенную заводу правительством, были оспорены местными фермерами. С самого начала они пытались сорвать строительство. Много наших людей погибло. Нас воровали материалы, ломали стены. Два года Тата пытался этому противостоять. Но в конечном итоге продолжение сопротивления потеряло смысл. На определенном этапе, в самый разгар конфликта, за воротами завода собралось около 100 тысяч человек. До открытия оставалось всего несколько недель. Но продолжать работу в Западной Бенгалии было слишком опасно. Решение о закрытии завода было очень болезненным. Это можно понять. Не могу передать, что нам пришлось пережить. Кроме неприятных чувств, все это связано с переносом всего предприятия на 2200 километров в более дружелюбный Гуджарат, на другом конце Индии. Один и без того сложный проект внезапно превратился в три. Одним проектом стал демонтаж предприятия в Сингуре. Следующим установка всего в Сананде. А третьим проектом стала необходимость временных договоренностей о производстве небольшой партии машин. Подано 200 тысяч предварительных заказов на машины. И часть нано необходимым будет собрать на других заводах группы ТАТА. Тем временем директору завода Рамишу Вишева Карми необходимо перенести новый завод стоимостью 300 миллионов долларов. И ему нужно сделать это быстро. Мой руководитель проекта мистер Гиришварк спросил меня, «Рамыш, сможешь сделать это за один год?» И в ту ночь я только и думал, что же делать. Действительно, что делать? Роботы готовы к работе. Начато пробное производство. Но завод необходимо закрывать и монтировать заново. вероятно, это будет крупнейший перенос предприятия в мире. Мало того, проект заметно отстает от графика. Мы были немного обеспокоены, потому что задача была сложнейшая. Демонтировать, перенести, установить и ввести в эксплуатацию. И на все был всего один год. Рамишу понадобилось 3400 рейсов грузовых машин, чтобы перевести все оборудование по знаменитым своим ужасным состояниям индийским дорогам. Одна авария на дороге могла привести к срыву всего проекта. Необходимо было перевести такой огромный завод. Но мы успешно справились. Не было потерь деталей, не было повреждений. Хоть мы и перевозили завод на 2050 километров из Сенгура в Санант, но все было сделано без ущерба. Теперь перед Рамышем встала новая проблема. В сельской местности Гуджарата малоопытных рабочих для завода. Им придется обучить сотни крестьян в специально созданном обучающем центре при заводе. Ученики набираются в возрасте 18 лет. Здесь они получат основные навыки, такие как, например, способы окраски. Необходимо научиться правильным движениям, прежде чем быть допущенным к практике с водой вместо краски. Необходимо научиться закручивать болты под любым углом. Выбирать и устанавливать детали в нужном порядке. Прежде чем получить возможность собрать нано на местной мини-производственной линии. И в этом очаге духовности создание хороших автомобилей невозможно без улучшения самого себя. Каждый день проводятся уроки повышения ответственности и нравственности. Ожидается, что через пять лет эти новички станут святыми. И вот компания преодолела два серьезнейших препятствия, чтобы столкнуться с еще одним. Одни из первых моделей нано загорались прямо на улице. Настоящий кошмар для репутации компании. Команда конструкторов нано берется за дело и собирает группу местных и международных экспертов для расследования причин пожаров. Мы решили взглянуть на это с положительной точки зрения, чтобы создать еще более безопасную машину. Мы провели очень тщательное расследование, анализ ситуации. Нам помогали заграничные эксперты из Великобритании. Они изучили все приборы и дали ясное заключение. С машиной все было в порядке. В ряде случаев они обнаружили посторонние куски ткани на выхлопной системе автомобиля. Некоторые клиенты подключили к электрической системе автомобиля дополнительное оборудование, а это приводило к коротким замыканиям. В качестве ответа команда конструкторов решила сделать машину еще надежнее. Мы установили дополнительную защиту выхлопной системы и усилили защиту электропроводки с помощью предохранителей и подобных вещей. Какими бы причинами не были вызваны возгорания нано, мы все равно сделали дополнительную защиту, чтобы больше случаев возгорания не повторялись. Проблема с пожарами под контролем. Настало время праздновать. В июне 2010 года Ратан Тата официально открыл свой новый мегазавод. Сегодня великое событие. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем увидеть нашу продукцию на дорогах Индии, дадим людям Индии возможность получить личный транспорт. Производство нано наконец выходит на полную мощность. Им нужно продать сотни тысяч нано, чтобы проект окупился. А для этого требуется современнейшая автоматизация. Уровень автоматизации у нас достигает 70%. На заводе 130 роботов. Один кузов может быть изготовлен за 53 секунды. И в покрасочном цехе покраска может быть произведена за 58 секунд. Каждую минуту из покрасочного цеха выходит один кузов за один год. По переходу в цех окончательной сборки пройдут 250 тысяч кузовов. Цех отделки, шасси, окончательной сборки, ТСФ, место, где устанавливаются последние механические детали и наносятся последние штрихи. Окрашенные кузова поступают подвешенными на потолочном конвейере. Через короткие 6 часов они покинут завод на собственной тяге. Сначала техники устанавливают топливный бак и проводку под днищем кузова. Затем двери, которые окрашиваются вместе с кузовом, снимаются для облегчения доступа. Позднее автоматическая система вновь вернет их к тому же самому кузову, с которого они были сняты. Устанавливается подвеска, приборная панель, сиденье и руль. Он выглядит довольно обыкновенно, но за ним скрывается еще один триумф экономии. В современной автомобиле имеют дорогие складывающиеся рулевые колонки. Нескладывающиеся рулевые колонки не используются на Западе уже многие десятилетия, потому что при аварии они приводят к серьезным травмам. Однако, инженеры по безопасности компании ТАТА задались вопросом, нет ли способа снизить расходы, не снижая безопасности? Мы решили, что складывающаяся колонка не нужна. Мы улучшили конструкцию, оценили и считаем, что можно без нее. Цифровые модели краш-тестов позволяют быстро и дешево пробовать новые идеи. Было выяснено, что вместо складывающейся рулевой колонки можно использовать переднюю часть автомобиля для поглощения силы удара. Для НАНО нам пришлось снижать расходы. Одним из путей была замена складной рулевой колонки на использование деформации передней части машины для снижения воздействия на грудную клетку водителя. Когда они провели реальный краш-тест НАНО, их выводы получили подтверждение. Главная тонкость в том, что двигатель находится в задней части машины. Это освобождает пространство в передней части автомобиля. Все переднее пространство может деформироваться. Так что в этом случае перенос двигателя назад оказался большим подспорьем для команды, занимающейся безопасностью. Еще одним преимуществом заднего двигателя является то, что его очень легко устанавливать на заводе. Он вставляется снизу. Женитьба двигателей кузова больше напоминает быстрое венчание в часовне в Вегасе, нежели сложную церковную церемонию. На подсоединение гидравлики уходит столько же времени, сколько на прикручивание двигателя под задним сидением. Но есть один недостаток. Когда маленький двигатель «Нано» работает с полной нагрузкой, он бывает довольно шумным. Этот шум идет не из-под капота, он намного ближе под задним сидением. Снижение шума стало одной из главных сложностей всего проекта «Нано». «Нано» — уникальный автомобиль. У него заднее расположение двигателя, который находится практически прямо в пассажирском салоне. В этом звукоизолированном помещении специалисты испытывают множество различных схем крепления двигателя и звукопоглощающих материалов, чтобы снизить шум и вибрации, ощущаемые пассажирами автомобиля. Каждый раз они измеряют шум и вибрацию во всех точках машины. После трех лет упорного труда мы разобрались со всеми проблемами. Сейчас автомобиль приемлем для эксплуатации. Машина маленькая, но высокая и удивительно тихая внутри. В цехе TCF эти «Нано» находятся всего в нескольких минутах от своего первого тест-драйва. Конечно, прежде чем они смогут это сделать, им понадобятся колеса. Это одна из последних устанавливаемых деталей, и, как и остальные части машины, они маленькие. Колеса – последний рубеж в битве дизайнеров и инженеров школы Ганди, которые заметили еще одну возможность снизить расходы. Вначале колеса были меньше. Нам удалось убедить техников увеличить их, пусть расходы и будут больше. Это связано с устойчивостью и комфортом вождения. Они согласились на колеса побольше. Но техникам удалось выиграть бой за болты и крепление колес. Когда мы решили использовать три болта вместо четырех, мы произвели расчеты, результаты были приемлемыми. Мы подумали, что с данной максимальной скоростью автомобиля трех болтов будет достаточно. Так и вышло. Наконец, каждая «Нано» воссоединяется со своими четырьмя дверями. Эти народные автомобили готовы принять людей. Почти. Снаружи дождь решил взять паузу. Но немного повысил сложность тестового трека. Каждый автомобиль «Нано» проходит через это. Тормоза испытываются по старинке. Компания «Тата Моторс» начала поставку десятков тысяч «Нано» ждущим их с нетерпением заказчикам. Наконец, процесс пошел. Но если вы живете вдали от Индостана, не ждите появления «Нано» у ближайшего дилера в ближайшее время. Планов подгонки «Нано» под более жесткие западные стандарты безопасности нет. Вместо этого в Европе и США «Тата» планирует продавать другую машину на платформе «Нано». «Концепт-кар» уже был представлен публике. «Пиксель» футуристично выглядящий автомобилем для городской езды. В нем мы попытались использовать множество новых идей. Мы продолжили использование философии заднего расположения двигателя, как в «Нано». Сами «Нано» уже вышли на рынок и собирают множество отличных отзывов. И «Тата Моторс» вполне уверены в своем будущем. Думаю, это станет серьезным достижением. Не сомневаюсь в этом. Не только в Индии, но и по всему миру. им пришлось проделать непростой путь, но мечта Аратана Таты медленно воплощается в жизнь. Я всегда буду чтить и уважать ту работу, которую пришлось проделать команде, потому что настоящая заслуга настоящими героями является группа конструкторов, которым удалось это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok